Советский спорт, да? Да. Давайте. Согласны с тем, что бой получился шикарным и вас самого в этом поединке что-нибудь удивило? Да, бой получился шикарный. Но, наверное, как вы помните, я и прогнозировал, что если будет финал у Сигасиев, то это будет бой на загляденье. Сейчас уже два полуфинала получились, просто на загляденье. А финал будет, но я думаю, что это изюминка всего турнира. Хотелось бы отдельно отметить, что сам турнир, можно сказать, уже удался в суперсерии. Потому что два полуфинала, четыре еще не проигрывавших чемпиона, объединение поясов и в финале будет суперчемпион, который достоин похвалы. Когда я вижу такие бои, мне вспоминается золотой век бокса, как мне кажется. Это 80-е годы прошлого столетия, когда еще Хаглер, Хернс, Дюран. Когда индустрия бокса, их прежде всего, конечно, вспоминаю. Но, в общем, у меня такое впечатление, что именно в те времена бокс представлял из себя прежде всего спорт, а не бизнес. И поэтому чемпионы не боялись и не стеснялись проигрывать, дрались, рисковали, дрались между собой. Это были реванши. Но это все было на загляденье публики. И самое главное, что, наверное, все-таки мы, имеется в виду зрители, мы принимаем и поражение, и победу этих достойных людей. И буквально вчера я увидел шоу Дюрана, который, помните, да, у него были поражения, были победы, легендарные победители. Но его любит публика. Его любит публика. И его уважают за то, что он готов был рисковать. Сейчас в этой суперсерии то же самое происходит. Даже касаясь, например, полуфиналов, поражение Бредиса, мне кажется, это новый виток в его карьере. О него другими глазами посмотрел и я, и я увидел многие-многие аналитики. Я увидел очень много плюсов, я увидел потенциал этого парня. Несмотря на то, что он проиграл Усику. Поэтому, возвращаясь уже к финалу, который нас ждет, я уже об этом говорил. Еще раз хочу подчеркнуть, что Гассиев, как иногда слабится впечатление, простоты в его боксе. Человек, который ходит и пытается где-то навязать рубку. Включает свой потенциал, который заключается в его силе удара. Прежде всего, терпит тяжелые удары, может перетерпеть любой, так называемый, бараш из сильнейших ударов. Но в полуфинале мы увидели Гассиева, который включил все свои боксерские качества. Ко всему прочему, показал уровень боксерского мышления интеллекта. Я не сказал бы, что бой был тотальной рубкой. Нет. Была мысль. В каждом раунде отслеживалось, что был запланирован определенный рисунок со стороны команды Гассиева. Меня это не может не порадовать. Я это увидел. И этот боксерский интеллект, который продемонстрировал Гассиев, конечно, учитывая его возраст, достаточно молодой возраст для его веса в боксе, понимая, что у него еще все впереди. И я увидел, что он от боя в бою становится лучше. Это не может не порадовать. Поэтому я уверен, что финал будет очень непростой для обоих боксеров. Самое главное – он будет очень зрелищный. Это будет действительно подарок для нас, для зрителей и любителей бокса. – Гассиев вырос как боксер по сравнению с тем, что мы видели год назад, когда он боксировал с Лебедевым? – Да. Я только что об этом сказал. На мой взгляд, он растет и прибавляет от боя к бою. На андеркарте этого вечера далились Максим Власов и Алан Риваджу Дурадула. Правильно ли сравнивать уровень Власова и Кудряшова по сопернику? Насколько бы Власов конкурентен сейчас в этом дивизионе? – Власов всегда был конкурентен. Я об этом знал, потому как я его давно знаю как человека, как боксера. Я давно был уверен, что уровень бокса, который он показывает, он очень конкурентный и может составить конкуренцию любому. В дивизионе, по крайней мере, создать очень серьезные проблемы для любого соперника. Я уже во время комментариев боя отметил, что Власов бы, ко всему прочему, прибавить сильный удар, и он был бы одним из зрелищных боксеров в этом дивизионе и очень конкурентным. Бой, который мы увидели, мы увидели, что разобрал на запчасти достаточно сильного, неудобного, бьющего боксера. Его боксера, я помню, Дурадолу по боям с Кудряшовым. Боксера, который может одним разным ударом нокаутировать. Но мы все увидели, что этот боксер ничего не смог сделать. Более того, ощутив это все, что не может даже изменить рисунок боя, не может подстроиться к Власову, напропускавшись очень много ударов в ответ, он даже не вышел, сославшись на травму на последние раунды. Это, конечно, показывает высокий уровень Власова. Но еще раз хочу подчеркнуть, если прибавить в силе ударов, если Власов станет более острым, динамичным боксером, то, конечно, и прибавится, соответственно, зрелищность. Конечно, это будет боксер, который подарит нам очень-очень много красивых, интересных и конкурентных боев с сильнейшими боксерами в своем весе. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова